Привет из Сибири! С вами Наталья Гелезудинова и мой канал Делимся опытом взаимно. Сегодня я вам покажу, что же растет в моей теплице. Многие подписчики меня просили показать, а в частности Оксаночка, в частности Оксаночка это ты. И вот я вам показываю. Сейчас утро, ну пасмурно не от того, что у утра нет солнышка. У нас все эти дни пасмурно и этот день не исключение. Поэтому, ну уж как получится. Ну и начну сразу по порядку. Три дня назад я вам подробно показывала свои томаты. Поэтому я на них вообще останавливаться не буду. А вот так вот все остальное покажу. Вот здесь вот у меня маточники петунии. Я их оставила, хотя критически нет места, но оставила, чтобы они вот так цвели. И ко мне клиенты приходили и видели, как цветут. И брали рассаду. Уже видя, что она из себя представляет. Ну вот здесь вот я тоже недавно делала ролик. Вообще-то он, наверное, еще не вышел. И я подробно-подробно там рассказываю. Посмотрите, пожалуйста, это дихондра серебро. И поймете, что же там оранжевая торчит у нас. Так. Ну, это у нас капуста всходит. Капуста слава. Ей сегодня пять дней, как я ее посеяла. Ну, вот всходит. Вчера уже начала всходить. Всходит дружно. Конечно, я здесь сеяла погуще. Я ее, конечно, продергаю, как всегда. Да, вот еще справа от меня здесь лук у меня. Эксибишн. Вчера я его только подстригла опять. Он так себя чувствует неплохо. Ну, лук вот еще и здесь. Здесь он чувствует похуже. Почему он чувствует похуже? Вот здесь маленько желтеньких есть. Да потому что он вот стоял здесь вот на вот этом подоконнике. И я его переставила на качелю. Ему там было холодно. Вот. И он поэтому так себя чувствовал. А тот лук зеленый, он стоял, конечно, в другом месте. Вот здесь сальвия распикированная. Здесь вот мои бегонии уже в полулитровые стаканчики. Вчера перевалила. Ну, она чувствует себя неплохо. Ампельная бегония оранжевая. Ой, это красота необыкновенная. Так, сейчас спустимся. Перейду в другое место. Ну, показываю вначале поверху, потом спущусь вниз. Так, это у меня фуксия. Тоже маточник с того года. Dark Ice. Ее у меня много черенков для продажи. Так, ну, здесь вот я не буду заострять внимание. Здесь томаты, которые я вам показывала. Я рассказывала, что они были плохие. Я поняла, в чем дело. Они у меня просто изначально стояли недалеко от дверей на полу внизу. И им было холодно. Я их переставила вот наверх. И они нормально стали расти. Они еще вырастут. И выдобрют такие. Это здесь как Сибирская тройка и Петруша Городник. Они, кстати, растут так долго. Вот. Ну, здесь вот у меня, которые я показывала, черенки бегония ампельная. Это их маточник. Их мамка, как сказать. Мамочка. Вот. Она у меня росла все лето. Ой, ну такая красотка. Я уже говорила. Ну, прям не перестаю повторять. Здесь вот тоже маточники вот такой ампельный львиный зев. А там такой полуампельный львиный зев. Это тоже маточники. С них я брала черенки. И вам потом покажу. А вот сейчас я маленечко поднимусь повыше, чтобы вам лучше показать. А вот здесь вот я сеяла капусту Мегатон. И вам показывала, что я сею в кассеты ее. Она через три дня уже стала всходить. Сегодня пять дней тоже. Я всю капусту сеяла вот пять дней назад. Десятого. Сегодня пятнадцатая апреля. И вы знаете, у нее почти стопроцентная схожесть. Если вот здесь вот три штучки я не нашла, чтобы взошли. Но там уже поднимается почва. И я считаю, что они тоже взойдут. Ну, я потом вам буду ее как бы по стаканчикам пикировать. Я обязательно вам скажу, какая в процентах, какая была всхожесть. Ну, здесь мои уже петуньи. Петуньи чудесные. Здесь есть вот даже махровая. Я ее обвязала, чтобы видно было. А то у меня в ящичек не вошла она. И я ее поставила отдельно, чтобы не потерять. Здесь петуньи рамблины, рамблины, оперы, шок, изи. В общем, вот такие вот. И мадженты. Так, сейчас опять спущусь пониже. Ну, и заодно здесь вам покажу капусту. Это капуста цветная, поздняя жемчужина. Немножечко я так вот купила для себя. Да, она вся всходит и, по-моему, 100%. И там 12 штучек, я посчитала все свои. Дарья начала всходить тоже, тоже цветная. А здесь вот ринда. Вот здесь маленько пустое место. Это я просто думала, у меня больше семян. А их оказалось немного. И я посадила все на одну сторону. А всхожесть у нее тоже прекрасная. Ну, и вот ящичек. Это коза-дереза, мавир и сноу-вол. Она тоже всходит очень дружно. Прямо вот я ее рядочками сеяла. Семен там было много в пакетике. Я, конечно, посеяла вот густовато. Все я продергаю. Ну, вот и опять я забралась наверх на свои вот такие качели. И вот вам покажу. Питунья цветет. Это софистика. Софистика лайм. Ой, такая тоже красотка. Прямо, ну, вот камера так не передает. Вот я смотрю на камеру. Вроде как белая. А она вот именно лайм цвета. Такая вот желто-зелененькая. Цветочки, конечно, надо обрывать. Нужно обрывать. И я обязательно их все удалю. Вот здесь он уже отсвел. Я обязательно все их удалю. Но не удаляла, пока вам не покажу. Вон, представляете, какая красота. Здесь вот тоже в больших горшочках. Это у меня тоже маточники. Маточники рамблины. С них брала черенки. И тоже пока держу. Но не знаю, сколько надержу. Места критически нет. И не знаю. А у меня эти уже начинают свисти. Но те-то цветочки надо обрывать. А эти я вот хочу держать, не обрывая цветочки. Чтоб, я еще раз повторяю, люди их видели. Ну так, друзья. И вот на этом краю качель. Вот такие вот тоже питуньи. И тоже вон ледяное небо. Тоже зацветает. Это вот опера такие вот. Жилки. Есть малиновые, розовые, красные жилки. Это вот петховая карамель. Золотая карамель. Тоже расцветка необыкновенная. Таких в семенах не купишь. А там, знаете, бархатцы. Но бархатцы непростые. Это вот в таких стаканчиках я посадила для себя. Так. Это у меня бархатцы дисковери французские. Посмотрите, как они растут. Я их рано посадила. Ой, сейчас покажу получше. Я их рано посадила. И они вот... Вот такие красотки уже. Вот такие красотки. Чтобы они у меня зацвели рано. Они... У них цветы крупные. Как откалиброванные. Все ровненькие. Они такие сами низковатые. Но очень красивые. У меня, наверное, штук, наверное, 9 будет всего на продажу. Себе вот оставила 10 штук. А остальные... Так. Спускаемся ниже. Ну, здесь вот томаты растут. Вам уже показывала. И поэтому сильно на них заострять внимания не буду. Томаты тоже всякого... Всяких сортов. Это для закрытого... Для открытого грунта. Эти я буду рассаживать потом в рассадник. Они он уже какие симпатичные. Это дрова розовая, стела. Краснотуранские. Чудо лентяя. Санька. Вот это я что помню, называю. В общем... В общем, даже специально это надо список смотреть, чтобы вам назвать. Но все томаты сорта проверены очень-очень хорошие, друзья. Так что приходите за томатами. Ну, и, конечно, здесь у меня еще стоят георгины. Здесь вот уже посадила себе в горшочек. Это покупала. Специально горшечные. Вот. Здесь вот по низу у меня идет бакопа. Она уже... Не упасть бы здесь. Все позагорожено. Такими вот печками, дровами, листами всякими железными. Так. Здесь вот бакопа. Она вот так вот уже цветет. Надо будет ее прищипывать. Я ее и так периодически прищипываю. Ну, вот такая она уже у меня красотка. Хорошая. Так. Здесь у меня вечно цветущая бегония. Красная. Белая. Вот уже начинает зацветать. Там он еще немножечко ее. И дома, наверное, штук 10. Ну, и немного. Немного я первый год посадила. Она мне очень нравится. Из семян. Конечно, очень долго растет. Вот здесь даже одна ампельная из семян. У меня оранжевая, этот корозовенькая. Не знаю, что получится. Ну, вот так вот развиваются, сказать, питунья торнадо. Конечно, эти питунья, они очень мощные. Так. Ну, дальше идем. Что же у меня дальше? Так. Это у меня черенки. Тоже недавно перевалила. В пол-литровые стаканчики. Это пиларгония. Пиларгония. Королевская. Королевишна наша. Здесь коралловые такие, сиреневые, с такими мазками. Прям не знаю даже название. Покупала почему-то в магазине. Ну, почему я не записала они? И сейчас я даже не могу сказать. Только могу сказать цвет. Ну, здесь вот помидорки тоже стоят, понимаете? Мне некуда поставить. И где есть место, я туда их пихаю. Это из семян я вырастила. Колиусы. Черный дракон. Это вот такие фестиваль танца. Сейчас еще покажу, какие из семян вырастила. Цветочная гордость. Вы знаете, они такие яркие. А вот камера показывает розовенькие. Но они настолько ярко-красно-розовые. Вообще прелесть. Ну, здесь вот у меня черенки львинного зева. Ну, уже в стаканчиках, которые уже чувствуют себя прям прекрасно. Вот так вот, если показать. Вон, какая корневая. Кому, кто любит формировать кашпо подвесные, то это вообще... Сейчас покажу, как у меня сделано. То будет очень-очень красиво. Вот я так сформировала его. Здесь в середке красный полуампель и по краям четыре ампельных белых. Это будет очень-очень красиво. Вот у меня их немного. Если кому понадобится, кто в нашем поселке, может уже приобрести. Пошли фуксии. Вот такие есть фуксии очень взрослые. Вот пока есть такие взрослые, тоже можете приходить. Пока есть выбор. Вот. Тоже фуксии. Вот они вот такие вот более... Ну, красивые, но более простенькие. У меня вообще-то есть и красивее. Красивее, то есть, надо сказать. Как-то надо учиться правильно говорить. Не всегда это получается у меня. Так. А здесь у меня виола. Но это тоже виола для меня. Это ампельная виола для подвесных горшков. Семена очень дорогие. И бывает, что из пакетика из пять семян зайдет только одна. Иногда две. И редко, когда все взойдут. Поэтому это я, конечно, себе только посажу. И много я не брала. Потому что они получаются очень дорогие. Мне совершенно невыгодно. Люди не поймут меня. И не будут брать. И мне кажется, им и так-то кажется все дорого. Но, друзья, надо понимать, что семена очень дорогие. А сколько трудов. И поэтому, чтобы было дешево, нужно сеять цветы самим. Мне так понравилось, как сказала моя подписчица, тоже блогер Женечка. Она говорит, а цветы это не лекарство и не еда. Без них можно обойтись. И если для вас это дорого, вы не покупаете, обойдетесь без них. А вот кто не может обойтись, у кого есть деньги, тот, конечно, купит и будет ростить дальше. Вот такие дела. Здесь вот у меня сальвия тоже, как гвоздики стоит. Как солдатики, надо сказать. Ни одна не упала. Прямо молоточек. Это у меня прямостоячие бархатцы. Огненный король. Оранжевый король. Так, дальше идем. Здесь у меня. Здесь у меня иберис. Ну, тоже немножко его, потому что он почему-то как пошел валиться. И вот я только вот столько его рассадила. Здесь вот у меня еще бакопа, которая... Какой-то травины сразу надо выдрать. Вот, которая сеяная была на две недели позже. Или на неделю, не помню. Она еще здесь в 200-граммовых стаканчиках. И поэтому... Поэтому... Ну, не могу оторваться. И все, надо сразу увидела травинку вырвать. Поэтому она поменьше. У меня перевалить ее просто, ну, некуда ставить место. Ну, скоро перевалю. Так, это вот тоже фуксия. Фуксия Леонита. Ой, красивая, махровая, ампельная. Вот, друзья. А это тоже фуксия. Только... Сейчас покажу. Только она формирована сразу, посмотрите. По два, по три в стакан. И уже перевалена в пол-литровый стакан. И такая пышная. Вот с нее-то уж будут кусты, да кусты. Будет листьев не видно. Вот пока вот только ящичек один. Торопитесь, кто живет рядышком. Перешла на другую сторону. Ой, что-то, наверное, ролик будет затянутый. Это у меня такие ромашки остеоспермум. Они не из семян. Из семян очень долго растут. Я пробовала. Это уже черенки. Черенки. Я черенковала. И у меня теперь раньше были только белые такие сиреневые. Теперь у меня пять расцветок. И желтые, и темные всякие. Правда, плохо, что они вот у меня мало подписаны. Ну, зацветут. Увидим. Это, значит, вербена. Она почему-то нынче не очень хорошо растет. Как-то не очень развивается хорошо. Это лабелия. Лабелия, конечно, прекрасно развивается. Лабелия молоточек. Прямо молоточек. Это вот белый дворец. У меня все подписано. Это кориопсис. Друзья, кориопсис тоже. С одного маленького растения вырастает шапка. Просто шапка цветков таких ромашковых, темно-вишневых. Очень красивых. Да, вот эта вот капуста июньская. Это на раннее потребление. Я так вот немножко, штук 20, наверное, посадила. Рано в марте. Чтобы потом ее, ну, кушать. Кому надо 2-3 вилочка, больше же не нужно посадить и на первое время. И это очень прекрасно. Вот здесь вот у меня баклажаны. Вот в таком состоянии. Баклажанчики. Сейчас я встану наверх. Вот. На качелях на моих. Это вот газание или гацание. Это красное кольцо. Это вот клубничный торт. Выглядит она хорошо. Прекрасно выглядит. Здесь у меня львиный зев. Не ампельный. Обыкновенный. Тоже выглядит неплохо. Неплохо. Здесь у меня вот в подвесном кашпо тоже есть ампельная бегония. Это... У меня их, наверное, штук 18 всего. В общем, красотка. Ну, это у меня тоже петховая карамель. Ой, ну какая красота. Нет, камера так не передает. Вот. Это все, конечно, я после, как вам покажу, после этого я все удалю. Все цветочки. Это ледяное небо. Тоже вегетативные растения. Вот так вот. Такие вот красотки. Красотки. Это тоже остеоспермом ящичек. В прошлом году у меня было, я не знаю, штук 40. Сразу разобрались все. Нынче побольше, маленько. Ну, так вот. Сюда здесь вот еще тоже лучок в этой стороне стоит. И тоже чувствует себя хорошо. Оксибишн. Это вот такое... Ой, красота. Звездное небо. Такие красоточки. Так. Сейчас я поднимусь и вам покажу дальше. Вот. Здесь вот у меня... А, ну вот здесь вот помидоры я уже показывала. Которые я потом переставила тоже наверх с этой стороны. Вот здесь вообще только сегодня переставила плачевно. Теперь-то мне видно, что это от холода. Стебельки такие синенькие, они просто не усваивают фосфор при холоде. Сейчас они все наверху отойдут, и все будет хорошо. Так. Я хочу вам показать немезию. Немезию многие полюбили и знают. Вот это вот так растет немезия из семян купленная. Так. А сейчас я вам спущусь и покажу из моих семян, как растет. И вся она была, вся она была посеяна в одно и то же время. Вот. А это вот моя, мои семена. Посмотрите, вся они. Вот ни одна не упала. А у нее есть склонность к черной ножке. Она может вообще всю ее выкосить. Вот так она рядочками посеяна. И вот в такой вот плошечке ей этого хватает. И скоро-скоро я ее буду рассаживать. Обязательно вам покажу. Вот эту, конечно, еще рановато рассаживать. А хотя, говорю, сеяла в раз. Но вот здесь она такая, конечно, всякие расцветки смешанные. Здесь микс семян. А здесь вот мои семена. И в основном она здесь почти желтая. Но очень красивая. Другие почему-то семена нынче не собирались. Вот такие вот дела. Ну и здесь вот у меня распекировано. Бархатцы тоже отклоненные в ящиках. Здесь вот помидорки такие японка. Я только вчера их перевалила в стакан и распекировала. Ой, японка, это что-то с чем-то. Это тоже семенами вы никогда не купите. Это я выписывала у коллекционеров. Ну, здесь опять георгины. Я вот так вот в опилке их засыпаю. Вон, видите, там уже начинают росточки пробиваться. И здесь вот если вам показать. Уже росточки. Уже можно их продавать. Люди у меня просят. Надо им звонить. Так. Это у меня прищипнула я вчера их. Это брахикома. Я ее первый год выращиваю. Это мне дала знакомая немножко рассада. У меня здесь 10 штучек. Ее очень хорошо миксовать с петуни, со всякими другими цветами. Она как ажурные, такие мелкие-мелкие ромашечки. Посмотрим. Оставайтесь, друзья, со мной на канале. И будем смотреть, что же это за цветы. А вот это вот так чувствуют мои георгины. Георгины однолетние. Тоже хочу сказать, вот они растут по парам. И если две настоящих пары, и вот это вот уже можно вот так вот прищипнуть. Вот так прищипнуть. Макушку оторвать, чтобы она не тянулась. Вот эту вот тоже вам заодно показываю, как можно их прищипнуть. Но потом мне надо, конечно, с ними заняться и прищипнуть. Так, вот здесь у меня, здесь у меня эти, как сказать, астрочки, бомбина и трубодур взошли очень-очень плохо. Здесь просто по счету, по счету. Не знаю. Я сейчас покажу себе, где отсадила. Вот я отсадила в такую вот маленькую кассеточку, шесть штук, там разными расцветками. Потому что я хочу посадить их в горшки. По три штуки в два горшка. Ну, здесь тоже георгины, бархатцы прямостоячие. Георгины. Здесь вот тоже газания. И вот пошли мои колеусы. Красотки-колеусы. Прямо такие красоточки. Вот. Пиле, по-моему, называется. Вкрапинку. Вчера только смотрела у Женечки. Она показывала колеусы и говорила название. Я даже кое-что себе записывала, потому что я не знаю названий. Вот как они выглядят. Такие красоточки. Они теперь приобретают окраску, потому что постояли на солнышке. Это Хена. Я Хана ее звала. Оказывается, она Хена. Вот. Вот такой вот красненький потом. Он же такой бордовый. Он же позеленее. И вот все одно и то же, по-моему. А здесь тоже у меня маточники остеоспермума. Тоже вот остеоспермума и пиларгонии. Пиларгонии королевской. А там вот две у меня, по-моему, всего две пиларгонии. Это простая, зональная. Вот. Это вот тоже один всего ящичек черенков королевской пиларгонии. Здесь вот тоже маточники. Я вам сейчас покажу. Еще у меня одна петхо. Как это же петхо отсветет. Блютикан петхо. Вот так вот возьму. Видно, нет ли? Петхо блютикан. А это уже говорила. Такая карамель. Золотая карамель. Оно вообще хорошенькое. Че говорить. Ну, вот здесь уже тоже все это звездные мои серии. Вот. А это вот у меня подвесное. Это тоже фуксия Леонита. Вот такая махровая. Такая красотка. Это маточник, конечно. Вот. Ну, что же, пойду еще маленько. Маленько еще вот здесь доснимаю и все. Ну, здесь тоже у меня все питонии. Тоже вот начинают зацветать. И выглядят вот так вот пышно. Мне Леночка как-то говорит, родственница. Говорит, тетя Наташа, у вас, говорит, почему-то вы мимо вас проезжаешь. А у вас уже питонии в начале июня там шапкают, цветут, растут. А у нас еще, говорит, только маленькие. Ну, потому что тетя Наташа их сажает рано. Рано сажает и формирует. Поэтому у меня, конечно, рано зацветает. Я люблю, чтобы рано цвели. Ну, что ж на пустые горшки смотреть. А так сразу украсишь, и все красиво. Вот у меня еще одна осталась три фила. Это такая фуксия. Сосульками растет. Сосульками. Да столько много цветов. Каскад просто цветов. Вот она одна всего осталась. Друзья, ну, в теплице вроде все показала. Сейчас меня одна подписчица, Людмила, по-моему, просила показать, как выглядит карнабель томаты. Сейчас специально для нее я покажу. Они на веранде. Это карнабель F2. А сейчас покажу F1. А это карнабель F1. Конечно, они подтянутые, но карнабель же все-таки, они высокорослые. Поэтому так и выглядят. Да и вообще томаты надо расставлять. Расставлять. Но у меня нет возможности, чтобы их широко растаять друг от друга. Они не должны касаться листьями. Тогда они и не вытягиваются. Но, друзья, оставайтесь со мной на канале. Простите, что ролик затянутый. Ну, короче, никак не могла показать. И так старалась вроде покороче, но получилось. Ну, получилось как получилось. До свидания. С вами была Наталья. Продолжение следует... Продолжение следует...